доброе утро друзья сегодня у нас 29 июня 2023 года вспомним очень известного француза писателя-журналиста к тому же профессионального летчика Антуана де Сент-Экзупери виконт Антуан де Сент-Экзупери был очень одаренным человеком помимо маленького принца из-под его пера вышло еще очень много других произведений которые не менее значимы и увлекательны хотя большинству читателей он запомнился именно как создатель автор этой книги маленького принца я хотел бы сегодня поделиться с вами некоторыми интересными фактами из его жизни у писателя было 4 четверо братьев и сестер Антуан де Сент-Экзупери происходил из дворянской семьи древнего дворянского рода правда обедневшего его титул виконт во франции это что-то между бароном и графом в 12-летнем возрасте Антуан де Сент-Экзупери впервые полетел на самолете в качестве пассажира конечно же это привело его в такой раз восторг что он решил стать летчиком будучи ребенком он попытался собрать самолеты старого велосипеда простыни и проволоки первое произведение Мампликова наносило название летчик мечтой Экзупери было пролететь на самолете от Парижа до Вьетнама накопив достаточно денег он купил самолет и решил воплотить эту мечту в жизнь на полпути к сожалению самолет разбился однако писатель чудом остался жив и уже умирал от жажды в пустыне когда на него наткнулись местные кочевники которые спасли ему жизнь современники подметили что Экзупери совершенно не умел лгать он сразу начинал краснеть и запинаться знаменитая поговорка мы в ответе за тех кого приручили это цитата из его книги Маленький принц всего Антуан де Сент-Экзупери написал 7 больших работ и полтора десятка малых последний его крупный роман Цитадель был изан уже после его смерти Маленького принца перевели более чем на 180 языков включая азбуку Брайля это язык слепых экзупери неоднократно впадал в затяжные депрессии несмотря на то что на публике он обычно выглядел позитивным доброжелательным жизнерадостным человеком писатель был левшой в общей сложности в мирное и военное время Антуан де Сент-Экзупери летая на самолете терпел крушение за штурвалом самолета 15 раз с началом второй мировой войны Экзупери записался добровольцем военно-воздушные силы Франции в составе эскадрильи он совершил множество боевых и разведывательных вылетов писатель-летчик погиб летом 1944 года обломки его самолета были найдены на морском не только в 2000 году причина смерти неясна и большинство историков сходятся во мнении что Экзупери погиб не из-за какой-то атаки а из-за поломки самолета когда мы осмыслим свою роль на земле пусть самую скромную незаметную тогда лишь мы будем счастливы тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно ибо то что дает смысл жизни дает и смысл смерти ведь все взрослые сначала были детьми только мало кто из них об этом помнит спасибо за ваше внимание желаю вам хорошего дня увидимся завтра до свидания друзья спасибо